Всем привет, друзья! Спасибо большое, что пришли посмотреть меня снова. Сегодня мы будем качать плечи, которых у меня абсолютно нет, но я вам покажу, как их накачать. Мы будем качать в домашних условиях, без железа, без гантель, без штанги. Нам понадобится только резинка и палка. Это уже другая резинка, тут она немножко потоньше, для плеч лучше. Фиолетовая была немножко потолще, поэтому мы качали бицепс, а потоньше мы качаем плечи. Подходящую вам резину вы можете приобрести в магазине Workout, ссылка в описании. Полетели! Итак, я вам буду показывать не какие-то новые упражнения, а я вам буду показывать альтернативу железу. То есть альтернативу штанге и альтернативу гантелям. Это будут махи, это будут подъемы. Ну что, начинаем с первого упражнения. Первое упражнение мы будем симулировать подъем штанги на плечи, стоя, да? Смотрите, это армейский жим. Нам понадобится палка, нам понадобится резинка. Мы нацепляем ее на палку, ноги расставляем на ширину, на которую вам нужно. То есть вы должны подобрать эту ширину по вашей силе. Чем шире ноги, тем сильнее натягивается резинка и тем сложнее вам будет делать. Делаем таких 4 подходика по 12-15 повторений. Тоже, как и в жиме штанги, стараемся не опускать слишком низко вот тут локти. Стараемся держать постоянно плечи в напряжении, потому что когда вы опускаете, нагрузка с плеч уходит. То есть держим постоянно примерно 90 градусов, либо капельку пониже, чтобы вы чувствовали, что ваши плечи напрягаются. И никогда не забывайте правильно дышать, ребят, потому что обмен кислорода очень важен при занятиях фитнесом. Когда вы делаете усилие, вы должны делать выдох. Когда вы идете вниз, вы должны делать вдох. И так постоянно. Второе упражнение тоже покажу с палкой. Это обычные махи на переднюю дельту. Обычно их делают в кроссовере, либо со штангой, либо с гантелями. Выглядят они так. Вы можете взяться за палку любым хватом. Либо прямым, либо обратным. Как вам удобнее. То есть как вы лучше чувствуете свою дельту, так и беритесь. Я возьму вообще обратным хватом. Вот таким вот. И примерно на прямых руках почти. Они немножко в локтях согнуты, но все равно почти прямые. Не такие, но немножечко согнуты. Смотрите, как мы делаем. В чем прикол? Мы должны руки заносить не выше, чем 90 градусов. То есть, да? У нас угол, вот тут, должен быть 90 градусов. Если вы будете вот так поднимать, то уже будет работать там и трапеция. И, короче, не знаем, что нагрузка уйдет с плеч. Поэтому поднимаем на 90 градусов не выше. И немножко рука согнута в локте. Не совсем прямая, а капельку согнута. Чтоб работала передняя дельта. Так как нам нужно прокачать также боковые дельты, мы будем делать обычные махи, так же, как делаем с гантелями. Что нам нужно сделать? Нам нужно встать либо одной ногой, как вам удобно, на резинку, либо двумя ногами. Я лично встану двумя ногами, мне так удобней. И у нас будет получаться не особо, короче, мах. То есть, не вот такой мах будет получаться. А у нас немножко будет получаться что-то между махом и что-то между тягой. То есть, получаться будет вот такое движение. И вниз мы до конца не опускаем. Мы делаем так, чтобы у нас постоянно дельта была в напряжении. Смотрим, как это будет. То есть, вы должны на практике попробовать, чтобы у вас постоянно напрягалась дельта, чтобы нагрузка не сходила. Смотрите, как мы это делаем. Это реально что-то сложно. Жестко. И так же на левую сторону. Следим, чтобы ваша трапеция не поднималась. Поднимаем плечо до того уровня, чтобы как бы трапеция не поднималась. Смотрите. Да? То есть, поднимаем плечо. Не вот так делаем, а поднимаем тупо плечо. До конца не опускаем. Сохраняем нагрузку. Это реально сложно, пацаны. В махах тоже делаем где-то 3 подхода по 8-12 повторений. Потому что не совсем легко делать с резинкой. Она довольно упругая. И совсем легко не получается. То есть, 8-12 повторений вы сможете сделать больше. Уже сложно. Ну что же, как вы догадались, нужно еще прокачать заднюю дельту. Следующее упражнение будет заменять махи гантелями сидя. Смотрите, как это делается. Итак, друзья, смотрите, как мы делаем. Так как полная амплитуда движения у нас здесь по-любому никак не получится. Мы просто встаем на резинку, беремся, как вам удобно, где вы будете чувствовать максимальную точку натяжения. То есть, примерно вот так, да. Вот этот кусок нитки, нитки говорю, резинки валяются просто. А мы беремся вот за нижнюю часть, садимся правильно. То есть, спинка прямая у нас. И делаем, как обычные, да, вот такие вот движения с гантелями. Только делаем это с резиной. Смотрите, как это выглядит. Беремся вот так и полетели. Вот так. Да, можно еще ниже взяться. Довольно хорошо прорабатывается задняя дельта, но в полную амплитуду все равно не получается. Придется делать в частичную. Как говорит Юрка, делайте в частичную амплитуду, и у вас вырастут огромные мышцы. Если же вам недостаточно будет вот этого упражнения, то я вам покажу второе упражнение. Это симулятор упражнения на баттерфляе, то есть на бабочке. Знаете, да, тренажер, когда вы садитесь и делаете вот такую фигню на заднюю дельту. То же самое мы сейчас просимулируем вот здесь. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать вот такую вот штуку. Накинуть резинку на спинку дивана. Встать на колени, друзья. Встаем на колени перед диваном. Беремся примерно, ну вот, шире плеч. Ну, где-то вот так должно быть. И делаем вот такую штуку примерно, как мы делаем на баттерфляе. Спинку немножко выгибаем. Локти у нас должны идти вверх. То есть качаем не спину, да, не вниз, а делаем локти вверх, чтобы у нас качалась именно задняя дельта. Погнали! Опять же, если вам недостаточно натяга, то берете чесчет. Дальше. Работаем. Хорошо чувствуется, ребята, хорошее упражнение. Че-то я вспотел жестко на самом деле, короче. Вот. Надеюсь, вам понравились эти упражнения. Советую делать в каждом упражнении где-то по 3-4 подхода, по 8-12 повторений. То есть можно 15 делать тоже. Плечи нужно немножко иногда убивать. То есть давать им стресс, примерно как и биткам. Вот, друзья. Спасибо огромное за то, что посмотрели этот видосик. Поставьте лайк. Подпишитесь на каналчик. Хорошие видосы снимать буду. Еще. Они и так были хорошие, но еще буду хорошее снимать. Поэтому подпишитесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok